Всеми любимый крем-чиз. Это красивое и вкусное лакомство. Капкейки вот уже три года Гузель Шайдулина готовят на заказ. С тех пор, как стала самозанятой. Как только в республике был запущен новый налоговый режим, первой подала заявку. Самозанятность для меня это какой-то шаг между переходом от хобби к большому делу. То есть вроде как ты и работаешь официально, и не платишь огромные налоги, огромные страховки. Вся бухгалтерия помещается в ладони. Через приложение «Мой налог» Гузель выдает чеки и оплачивает налог с продаж. Попутно онлайн общаясь с другими коллегами самозанятыми. Их в республике много. А в этом году самозанятых в республике стало больше еще более чем на 60%. С чем связан такой рост, можно ли его считать успехом, сегодня обсуждают депутаты госсовета. Мы должны обсудить, все ли получается. С самозанятыми зарегистрировались больше 160 тысяч татарстанцев. Кто-то печет, кто-то шьет, кто-то вырезает по дереву, кто-то фотографирует. Сейчас их хобби – это основной способ заработка. Поэтому даже в пандемию, когда у многих упали заказы, им помогало государство. Для самозанятых граждан предоставляются как финансовые, так и не финансовые меры. Это льготное микрофинансирование, пороучительство, информационно-консультационные услуги, услуги по размещению на электронных торговых площадках, что особенно актуально для самозанятых, как найти новые каналы и рынки сбыта. Это дало свои плоды. В этом году кратно выросла сумма налогов, уплаченных самозанятыми в бюджет. Бюджет республики за 11 месяцев 2021 года поступило 851,2 миллиона рублей. Но итоги подводить еще рано. Эксперимент рассчитан на 10 лет. Прошло только три. Уже в следующем году республику ждет еще один. Уже для индивидуальных предпринимателей в 2022-м в Татарстане запустят автоматизированную, упрощенную систему налогообложения. Если предприниматель обеспечит передачу в онлайн-режиме данных в налоговые органы о своих доходах и в том числе о расходах, то налоговые обязательства предприниматель будет считать автоматической налоговой инспекцией. Главное преимущество этой системы будет в том, что не надо будет уплачивать страховые взносы. Как отмечают депутаты, автоматизация позволит индивидуальным предпринимателям частично отказаться от бумажной отчетности и на шаг приблизиться к комфорту, к которому уже привыкли самозанятые управлять своими финансами через смартфон. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.